Не по форме, опять пристав. Декабристов 2, корпус 2. Или наряд, или просто примите заявление. Это детский театр Мелы, который сейчас под исполнительным производством находится. И пристав при исполнении обязанностей. В каких-то туфлях с бляшкой металлической, грязных, и брюки не выложены. Это первое. Предявите удостоверение. Может, она еще. Александр, не выпущен. Анна Сергеевна, отказываетесь мне предъявить удостоверение? Доверенность вас. Театр Мелы, да. Судебный пристав Теркова Анна Сергеевна. Если у вас удостоверение просят предъявить, значит, нужна доверенность. Ваше приставе показывает, что у Теркова Анны Сергеевны. Теркова Анна Сергеевна. Теркова Анна Сергеевна. Судебный пристав исполнитель. Следована 22 июня, 23 июня, 21 июня, 28 июня. Анна Сергеевна, а почему у вас исполнительное производство в Теркова архартеатра Мел лежало столько лет, и вы не принимали никаких действий? У меня лежало? Да. У меня ничего не лежало. А вы сейчас его передали другому? Не давно вы тебе передали. Когда вы его передали? Не так давно. Не так давно. Ну вот, не так давно. А почему столько лет оно пролежало? Два года практически? Не вопрос. Не может. И никаких действий не принимали? Почему вы так неопрятно выглядите? В каких-то взглядах будет неправильно. Будет написано на вас заявление в решение. Скоро мне произвести. Что нам сегодня написано? Вывоз того, что мы описали. Материалы исполнить мы производством Анна Сергеевна. Мне надо время, сколько материалов. Возвольте весь список, пожалуйста. Паспорт тоже. А еще что? Еще что? В середине зарождается, может быть, не трюбун открытый. Ну давайте, оснахольте меня, пожалуйста. Ну, это же, на самом деле. Я могу хоть каждый день по 100 раз написать. Вы туда были проводить, а вискорик вычете, никогда там не было. Владимир, Алексей Владимирович, вот Анна Сергеевна, пристав, нам сказала, что мы можем проехать и посмотреть, где хранится наше имущество. Вот уже на протяжении двух недель мы не можем проехать, там ворота закрываются на ключ. Поэтому я прошу вас, как представителя полиции, вас, Анна Сергеевна, как представителя пристава, проехать сейчас с нами, чтобы мы убедились, что наше имущество хранится в ближайших условиях и наоборот, не на ближайших условиях. Потому что договора с организацией, предоставляющей старое хранитель колбасного завода, до сих пор нам не предоставили. Это известный хранитель, зам главы управа Болновского Андреевна Эльмидовича. Будьте добры, что они проехать, чтобы мы зафиксировали флаг. Нам надо еще и забрать какие-то документы, мы можем любое имущество забрать, любое имущество. Мы можем туда подъехать и забрать наше имущество. Алексей Владимирович, вы можете проехать и с вашей помощью открыть ворота, которые закираются из замок? Есть возможности? Показать их. Они обязаны показывать, по первому требованию. А на чем вы? Вы отказываете нам в доступе инфекции? Можете ехать куда? Обеспечьте нам доступ. Сейчас заявление третье будет составлено на вас. Отказывается знакомить с реалами использовательного производства. Примите заявление, пожалуйста, на опутковую. И находится в неопрятном виде. Когда вы ознакомите меня с исполнительным производством, реализуйте доступ. Организовывайте их. Сколько можно издеваться над Елена Анатольевна? Сколько она будет просить бегать и умоляя? Елена Анатольевна, судебное решение, было указано 5 дней для вывоза имущества с данного происшествия. Центу доступа и сколько дней указано в исполнительном производстве? Вы даже не ознакомливаете меня с материалами. Не ввозите меня в заблуждение. Она не должна быть присутствием Елены Анатольевны. Отказывайте. Имейте, пожалуйста, два заявления. Одно о неопрятном виде и второе в отказе в ознакомлении исполнительного производства. Подвезут. Вы же нарушаете законодательство. И продолжайте. Хотя бы третья неделя идет, уже открыли, познакомились, прочитали. Нет, продолжайте нести их. Нет, я вообще удивляюсь вашим состоянием. Вообще, если на месте курите, на каждом шагу нарушения у вас, у судебного курса. Ознакомите меня с тем, как вы можете показать, что вы можете показать. Пойдем. А где вам? На каких банках имена? Я сейчас дежурную часть подвезу. Плохо, что у вас нет. Это у вас, наверное, плохо. Я не отказываюсь вам повеснуть. Сейчас банки подвезу. Они должны быть у вас постоянно. Мне это нет. Александра Евгеньевна, буду знакомить. Сначала берем. Полностью. Подположим. Все, девочки. Предмет исполнения. Театр МЕЛ. В течение пяти рабочих дней сдады. Вступление. Решение суда. Закон о себе. А где исполнительный призыв? Дальше. Так. А где подписи? Почему вашей подписи нет? Постановление. Без подписи. Интересно. Да какая электронная? Электронная. Да какая электронная? Мы с вами не в интернете, Анна Сергеевна. Не несите ерунду. Я уже устала ее слушать от вас. Ага. Электронная. Здесь в исполнительном производстве должен находиться документ за вашей подписью. Зачем здесь вот эта ответка тогда? Поэлектронной это поэлектронной. Это другой вопрос. Вообще совершенно. Вы все в одну кучу свалили и городите здесь стоите. Так. Постановление. От 9 сентября. Судебный пристав. Исполнитель. Алтуфьевский ОСП. Адрес подразделения Москва. Юрловский. Дон 22. Корпус 1. Титкова Анна Сергеевна. Рассмотрев материалы исполнительного производства возбужденного. Так ошибок тут еще целая хочет. Титкова тогда Анна Сергеевна. А как это вы могли рассмотреть материалы исполнительного производства? Да, господи. Так. Вы же должны их сформировать. Что тут вообще за ересь написано? Смотрите. Судебный пристав. Исполнитель. Алтуфьевский. Рассмотрел. Титкова Анна Сергеевна. Рассмотрев материалы исполнительного производства возбужденного. Так вы должны возбудить исполнительное производство. Я возбудила, там постановление возбуждения есть. Так вы сами у себя рассматриваете, что ли? Я рассматриваю решение суда. Возбужденного Титова. Опять ошибка. Титовой тогда, Анной Сергеевной. С русским тоже, наверное, у нас не очень. Ну, так исправляйте ошибки. Зачем вы нам документы с ошибками? Они юридически незначимы. Елена Анатольевна. Тут ошибок, целый воз и маленькая тележка. Юридически незначимый документ. Они вообще по нему не могут работать. Ни подписи, ни печати, ничего, Елена Анатольевна. Вы видели? Подписи и печати стоят на другом. Да не рассказывайте мне, Анна Сергеевна. Я уже ваших сказок наслушалась. Достаточно долгое время слушала. У меня уже терпение лопнуло. Читайте. Это ваша обязанность. На основании исполнительного документа. Исполнительный лист номер один. Выданный органом. Тут очень грамотно написано. Я даже читать это не могу. Реально. Читайте как-то. Давайте вы сначала ошибки исправите в документе. И приведете его в соответствие. Да при чем тут электронный? Мы не в электронном пространстве находимся. Это электронно выносится. Где ваша подпись печать? При чем тут выносится электронно? Вы приходите, у вас должен быть документ за подписью и печатью. Сейчас говорите о том, что там неграмотно написано. И неграмотно тоже. Это электронно выносится. Ну электронно тоже неграмотно. И компьютер неграмотный у вас, Анна Сергеевна. Кто у вас он такой? По делу выданный органом арбитражный суд, вступившему в законную силу предмет исполнения обязанному театр для нерешения суда в законную силу освободить. Освободить жилое помещение по адресу Декабристов 2, корпус 2, площадь Москва, улица Декабристов. Установил по состоянию на 9 сентября задолженность по исполнительному производству составляет сумма долга 50 тысяч. Вы в курсе? Леонид Анатольевна. Вот почему они не знакомили? Сумма долга 50 тысяч, Леонид Анатольевна, за их услуги судебных приставов. Остаток. Я первый раз вижу такое постановление. Вообще, конечно, смех и грех. Остаток неосновного долга 50 тысяч, Леонид Анатольевна. Учитывая социальную значимость, глянь-ка, придаю не значение все-таки. Я думала совсем уже все плохо. Имущество Оно, драматический театр МЕО. Руководствуясь статьей об исполнении производства. Постановил. Судебный пристав установила, который сама нарушает, что есть долг, Елена Анатольевна. И постановила. Вы с этим согласились, подписав. Какие акт вам подсунули? Сейчас мы еще будем смотреть, что за акты подписаны вами. Постановил. В случае неисполнения должником Оно, драматический театр. То есть вами неисполнение должником. Вот вас где записали в должники, Елена Анатольевна. Я еще удивлялась. Почему вы должник? Должник, потому что вы должны судебным приставам за их услуги. Слышите, Елена Анатольевна? Они здесь как юрлица. Нам предоставляют услуги. Вот здесь все написано черным по белому. Постановил. В случае неисполнения должником, драматический театр, МЕО. Решение суда. Установленный срок. Поручить взыскателю, то есть управе, осуществить исполнение освобождения помещения находящегося. То есть поручено управе района отрадного осуществлять исполнение освобождения помещения находящегося по адресу от имущества должника силами взыскателя, силами управы. Понимаете? Здесь жилищник должен быть по договору. В дальнейшем взыскании ем с должника понесенных взыскателем. Слышите, Елена Анатольевна? Управа еще будет взыскивать расходы. Мы сегодня зафиксировали, что рабочий сказал, мы работаем бесплатно. Мы это зафиксировали. Так вот написано в постановлении, его надо обжаловать. Да. В срочном порядке. Зафиксировано, что рабочие работают бесплатно. Что сотрудники управы работают бесплатно. Это тоже зафиксировано. Их попросили, они нам говорили. Ну, внешние рабочие тоже работали бесплатно. Они так сказали, мы работаем бесплатно. А именно, расходы с вас хотят взыскать в пользу взыскателя. То есть в пользу управы хотят с вас еще взыскать с театра. Освобождение помещения от имущества. Вот эти не зря тут бегали при прыжку. Еще хотят с вас деньги содрать, Елена Анатольевна. Так надо было идти в суд и обжаловать судебное решение. Я вам говорю, спрашиваю по поводу обжалования судебного решения. Какого судебного решения? Вот этого именно. На освобождение помещения. Или же не обжаловали? Или обжаловали? Почему обжаловали? Скрылись новые обстоятельства. Значит, вам за освобождение помещения от имущества, за хранение имущества хотят выставить, Елена Анатольевна. Драматический театр согласно ОПСИ. Вот ту опись, которую вы подписываете, Елена Анатольевна, вот здесь написано. Опись. Вы подписываете, соглашаясь с тем, что вам выставят это в долг. Понимаете? В оплату. Поэтому мы ОПСИ всегда подписываем, как я говорила, что вы с этим не согласны. Везде должны это писать, фиксировать. Хорошо, Елена Анатольевна? Да, да, конечно. Согласно ОПСИ, а также выдачу указанного имущества. Ещё за выдачу, Елена Анатольевна, чтобы вам получить своё имущество, они ещё деньги хотят содрать. Это вообще просто беспредел. Вот это, да, указанного имущества должнику Махониной, либо соответствующие уполномоченному представителю их письменного заявления в управу района. То есть, смотрите, тут как написано. Необходимо написать заявление в управу района, чтобы предоставили доступ к имуществу, Елена Анатольевна. И любой представитель театра МЕЛ может написать это заявление в управу района. Поэтому они не организуют доступ. Они знают, что они написали. К сожалению, мы не всегда читаем документы. Нам не дают это сделать. Мы не давали уместить. Контроль исполнения настоящего постановления оставляют за собой. Ну, конечно. Управа района отрадная. Или иной. Мортификатор для доставки посредством единого портала государственного. Что это такое, не понимаю. Управа района отрадная. Автономная некоммерческая организация. Какой-то портал. Порядок освобождения. Постановление может быть обжаловано в порядке. Подпись поставьте. Мы будем обжаловать, чтобы у нас документ уже был. Печать угасится подпись физическая. Причем тут электронная. Вы о чем? Вообще, Анна Сергеевна, ну вообще позор просто. Там электронную подпись поставили в печать. А что на лбу не поставили? Ну поставили бы сразу на лбу, да и все. Чтоб долго не мучиться. Ой-ой-ой, вот это, блин, судебные приставы. Дайте нам нормальный документ за подписью в печати. Тут надо постановление запрашивать. Оно... Ты шесть лет просто играл на лбу. Я говорю, чем дальше влез, тем все интереснее и интереснее. Акт. Что тут за акт? Это форма, что ли, акта? Или что? Это форма акта. Акт об освобождении нежилого помещения по адресу. Давайте, это, как-нибудь нам организуйте нормальное постановление. Конечно, вышли почтой. Почтой, хорошо. На деревню дедушки будете у себя? Нет, сюда. Вы мне сейчас принесите нормальную, поставьте подписи, печать. У вас есть с собой печать? Нет, с собой печать не нашу. Ну давайте нам все. Перепечать в отдельно. А вы не имеете права тогда ничего не производить? А вы не с законных оснований? На каком закон? У вас есть постановление за подписью в печати судебного пристава, Леонидович? Есть. Где? Я не вижу. Ей давалось. Где за подписью печать, Леонидович, дорогая Мария? Давайте, давайте немножко. Покажите мне, я пока что вижу, берите листикулку. Мы это уже брали, и это же все показывали. Так мне это не показывали. Фотографировал юрист, я не видела документы. Сейчас покажу. Вот это вот я, я фотографировала все. Я не смотрела, вы мне не давали. У меня все зафиксировано. У нас новые обстоятельства вскрылись, участковые. Смотрите, у нас постановление без подписи судебного пристава. На электронную подпись не ставится печать. Это нарушение документа оборота. Нам нужно постановление за подписью судебного пристава и печать. У печати гасит подпись, согласно ГОСТам. Вот это ерундистика полная, понимаете? Поэтому примите еще одно заявление за нарушение документа оборота и требование предъявить постановление за подписью и печатью судебного пристава, пожалуйста. Вы бланками обзавелись уже? И, наверное, приостановить эту деятельность надо, она же незаконная. Какая деятельность, она незаконная? А у вас нет документа, Анна Сергеевна? А документ не должен образом оформить. Смотрите. Предупреждение. Нет. Предупреждение. Подписка на... Елена Анатольевна. Елена Анатольевна, смотрите, на что они ссылаются. На то, что было предупреждение, и вы подписали. Дальше. А при чем тут это? Дальше. Внесение изменений. Печать подпись. Раз. Здесь почему нет? На постановлении. Вот смотрите. Внесение изменений куда, Анна Сергеевна? Потому что неправильно прописали. Требования. 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 Ознакомлены. Печать. Постановление о внесении изменений. Вранье. Вранье вынесено. Так, вынесенное постановление где за подписью? Вот смотрите. Изменение за подписью и печатью, а само постановление... Постановление какое? Вот оно, постановление, которое вы мне дали. Постановление какое? Вот, которое вы мне дали. Анна Сергеевна, вот постановление без подписи Это не обязательно Это называется электронно На дополнение обязательно На самом постановлении не обязательно Ну бред просто Нарушение документа оборота, принимайте заявление Участковой Это вы будете писать в другом месте Да конечно, это я сама решу, где я буду писать Анна Сергеевна, вам не указывать Вы сначала закон изучите Российской Федерации, которым руководствуетесь И который не знаете, к сожалению Мне даже стыдно за вас Уже вам тем более должно быть стыдно Понимаете? И она не давала мне две недели ознакомиться Не было доверенности у вас Вот опять несет ерунду, когда Елена Анатольевна была здесь Не было доверенности Самому по закону Рисуются доверители Заявление правильно, я так понимаю? Да, заявление три уже Анна Сергеевна Вы не ознакомились с гражданским кулом 183-й, 53-й, нет? Так мы же вам уже давно об этом сказали Не успеваете? Очень плохо Нарушать успеваете? Предупреждение Даже в голове не укладывается Ознакомлена? Не согласна, Елена Анатольевна Вот так уже подписка Пишите, не согласна Вот здесь не согласна С правами не ознакомлена Я здесь не согласна Получить ответ в принятом решении Посредством электронной почты Я пишу другое Могу написать? Конечно Срок сами указывайте В течение трех дней Если это Заявление о преступлении Либо заявление о правонарушении А как юрист ознакомливался С документами Для прошлого Для прошлого Какое-то у нас предупреждение Так, а вы заявление будете принимать? Или еще не привезли бланки? Я дал А вы уже дали, да? А почему это обычное заявление? Гражданка попросила заявление Я дал заявление Елена Анатольевна, вы на что пишете? Я сейчас пишу на то, что нам отказали поехать по адресу А можно мне все-таки бланки принести? Подождите, мы сейчас с ним не ознакомились Мы вам отдаем последовательно С чем мы ознакомляемся Просто вы сейчас потеряли Носкан прям бьем Нет, я его хочу прочитать Разобраться Разобраться, задать вопросы Анны Сергеевны Вот это называется ознакомление с материалами дела А не то, что Пофотографировали и убрали Открыли, закрыли Все, сфотографировали Читать надо Разбираться, что вы тут написали Там ошибок куча Постановление вы нам предъявите за подписью Нормально оформлено, без ошибок Постановление о внесении изменений Так, судебный пристав Исполнитель Аутуфьевский ОСП Ситкова Анна Сергеевна Рассмотреть материалы исполнительного производства Возбуденного Тут тоже ошибки, Анна Сергеевна Но исправляете Что же вы тут написали? Надо позвонить управление Сказать, чтобы они переделали форму Это, к сожалению, электронное На основании исполнительного документа Исполнительный лист Выданный органом ТРАТАТА Установил По состоянию На 5 сентября Задолженность Постановительному производству Составляет Сумма долга 50 тысяч Остаток 50 тысяч В ходе исполнения требований Исполнительного документа Судебным приставом Исполнителям вынесено постановление Возбуждение Не вынесено Но без подписи Значит, оно не вынесено А 28 мая 24 года Тут постановление было Правильно? Анна Сергеевна Которая без вашей подписи Которая не вынесена до сих пор И вы действовали без документа В указанном документе допущена ошибка Обязательно Театр МЕЛ В течение 5 рабочих дней С даты Вступления решения суда В законную силу Освободить нежилое помещение Какая ошибка допущена? Там была ошибка допущена Что только подвал освободился Потом переделали Что подвал Судебное решение Так его нету У того постановления Оно без подписи Да Судебное решение было два Значит Помещение 533 И подвал 490 А высполнитель Производство первого Только подвал Не судимое Исполнительные листья Исполнительные листья Исполнительные листья указали вверх в указанном документе а указан документ а в ходе исполнения требования исполнительного документа судебным приставом вынесено постановление дайте еще раз постановление здесь у нас нет постановление а где вы же его исправляете правильно требование есть и где постановление который без вашей подписи только что с электронной но без подписи печать ставится не на электронную подпись она живую подпись вот опять тоже здрасте меня ваша тетя это что за документ постановление обзыскание исполнительного сбора о или натуль у нас знакомлены пишите неправильно написали я тоже 5 без подписи с постановлением не согласна с правами не ознакомлено заведению не согласны да с правами не знакомлено вам даже не отдавали ознакомиться с материалами исполнительного производства не говоря уже о том чтобы разъяснять ваши права. Сами даже разговаривать не хотели. Пока мы кучу заявлений не написали, они только дошло, что что-то они не так делают. И то сопротивляются. Нет, что взять, да исправиться. Мы сегодня 17 день, и за 17 день мы научились оформлять все противорезы. Это о чем говорить? Да это проблемы уже у права, на них будем писать. Они должны отслеживать, раз они заказали услуги у жилищников. Понимаете, это халатное отношение. Это привлекать надо Бонокин Андрея Леонидовича за халатное отношение, потому что он ответственный хранитель. Сейчас, сейчас пишу, подождите. Да, является юридически значимым. Веду отсутствия прописи судебного опрессива Титкова Ана Сергеевна. Вы не поставите подпись Ана Сергеевна, хотя бы сейчас. Ну вы же написали. Вы же действуете? На сама ничего. Когда у вас документы даже не подписаны, Ана Сергеевна. Непонятно, на сама ничего вы действуете. На основе не решили сюда. Да это понятно, но у вас производитель. Нет, вы говорите, что на основе ничего, я не просто так сюда пришла. Ну так вы же должны свои документы оформить, верно? Подождите. Вы же там пишете, вот вы уже прописали. Я буду подписать. Отсутствие подписи Титковой. Нарушение. Комент оборота. На каждое нарушение по одному заявлению пишем не больше одной страницы, чтобы им было разбираться. Может, это расшифровка? Да, конечно, расшифровка. Вы скажите, а то мы же не знаем. Да, конечно, вы же не знаете, Ана Сергеевна. Ну вы же не знаете, кто я. Вы постоянно запрашиваете. Сейчас, секундочку. Анна Сергеевна, не воспринимайте это как личную обиду. Я вас очень прошу. Я не воспринимаю. Вы отставите свои позиции. Театр отстаивает свою позицию. Лично к вам у меня нет никакой неприязни. Вы поймите это, пожалуйста, что в нашей борьбе все виды защиты приемлемы. Поэтому мы отставим свою позицию. Анна Главовна, вы ничего не потеряете. Ну, понятно. Я просто к тому, что уже теряется. У вас же подшито все как-то не потеряешь. А что? Подшито же все. А подшить я не могу. Ты подшивается тогда, когда ты уже... А то постоянно. Если 10. Напишите сразу. Еще раз подпись. Расшифровка подписи. Когда вам принесут? Скажите, пожалуйста. А то нам уже забыли. Почему? Еще заявление? Нет. Я в очередь не разборчивая, поэтому, чтобы не было потом разбираться... Можно я допишу? Да, я не допишу. Часто заявление. Да, вот это вот. Вот это можно? Подождите, Анна Сергеевна, дайте мне совсем ознатольница. Так. Это у нас постановление о внесении изменений. Еще раз. Внесение изменений... Да, вы не потеряете меня, пожалуйста. Ну, куда он тут все денется? Она все у вас... Ну, бывает. А что-то так плохо прошито, Анна Сергеевна? Прям вообще... Потому что вы сейчас вот так вот... Ну, а как нам ознакамливаться? Она не прошит, она прошивается только фотография. А в этом доме тоже, по-моему, полиция есть? Может быть, туда зайти и спросить у них бланки? Нет, мне бланки повезли. Ушного? Ушного? Ушного заявления? Ушного? Ушного. Где постановление-то? Сейчас, я был пищемушке. Вот, вы же закладочку сделали. А это другое. Вот это постановление? Нет, это другое постановление. А какое еще постановление? Первоначальное, где оно? Не знаю. Я уже не знаю. Вот у меня офис только. Ну, я могу сейчас видео остановить, посмотреть по видео. Подожди, не надо с вами. Я тоже могу с вами. Куда оно делать? Я не написала, что он ввести. Потом, что отдан, ну, вот, его лист украины. И потом принесли. Так. Это вот тот акт, который они составили. Я предлагаю, чтобы чинили препятствия. Вот здесь у вас есть право написать. А это вообще без моих описаний не является? Нет. Вы должны написать, что вас... Подожди, Анна Сергеевна, вы предоставили мне это? Вы? Нет. Она вообще написала и спрятала. Вот здесь вот вы пишите. Мне написали и никто не спрятывал. Вы не дали Елене Анатольевне с ним оставить? Нет. Просто я хочу сказать, если это... ...составляется на основании для того, чтобы составить административный протокол. Административный протокол на вас не составлялся. Нет. Потому что не в другой день могу составить. Нет. Подожди, извините, пожалуйста. Анна Сергеевна, если не составился, я не... Моя подпись знает, что он недействительный. Нет. Вы должны написать, что... Если он недействительный, я его могу просто... Нет. Не надо. Это все документы вычислили. Я не буду. Нет. Подождите. Я не буду. Я просто показала. Не будьтесь. Я не буду. Подпишите, что показала. Я же не знаю. Подпишите, пожалуйста, вот здесь. Так, вот это... Это мое, иначе у меня... Значит... Документ. Подождите. Нет. Это опись. Положите, дайте мне ознакомиться. Это тоже материал исполнительного производства. Анна Сергеевна. Я для этого сюда приехала. Для того, чтобы тут развлекаться. Я не буду. Я вас умоляю. Мне здесь написали, что в ходе исполнительных действий принудительного характера выявлено, что должником директора Махонина Елены происходит препятствие или что тут? Действий? То есть... Напишите, что противоправных действий не совершала? Препятствует судебным действиям по обвязанию, но оно тебя там нет. А я Елена подтверждаю. Маляк, скажи, кто-нибудь единственный... Видеопротокол. Николаевич, все документы, которые я искренне перепосписывают, все сфотографировали, и мне прислали. Хорошо? Сфотографируйте, мне прислали. Только лучше сканутся. Видите, у вас предложение. Уже сами фотографируете. Все есть? Да. Так, что мне дальше написать, Саня? Нет, вот здесь пишите. Вот здесь. Право нарушений не совершала. Видеопротокол. Нет, вот здесь, вот для вашей строчки, да заметно. Право нарушения не совершала. С правами не ознакомлено. По первому требованию готова предоставить видеопротокол. Что? Видеопротокол. Да. Я стояла вот там в этот день, я прекрасно помню. И сказала, что если управа предоставит мне два договора. Один, потому что они являются складом. А второй договор, что МЧС, им разрешают хранить там декорации и костюм. Только в этом случае я позволю ввести декорации в государственное учреждение право районатрами. Мы согласны. И в этот день написали вот эту бумагу. Мы решите. Мы согласны. Право нарушений не совершала. Мы согласны. Право нарушений не совершала. С правами не ознакомлено. Да, Ису Багадрович. Да, Ису Багадрович, мы в театре знакомимся с материалами исполнительного производства. Куча нарушений. И с сахтом. С правами не ознакомлено. С сахтом. Что если бы... Не согласна. Поняла. Все хорошо. Тогда отбой по этой. Но все равно тут куча заявлений. Вы скоро приедете? И подпись. И да отдавайте с вами. Угу. Хорошо. Спасибо. Требую ознакомить с доказательствами. Требую ознакомить. Ознакомить с доказательствами. Это чтобы нам на клеветоны приселить. Даже на такую. Если бы вы отпустились. А вы говорите не портите отношения. Да не уже сами все отношения испортили. Давным-давно. С самого начала. Если бы они все по закону делали. И действовали в рамках законодательного пола. Только сейчас мы предоставили хоть что-то. Почему и надо ознакомливаться. Давайте мы тогда. Нет. Давайте подожмем. Протокол. Вот с этим. Это сфотографировали? Нет. Я просила. Иван Николаевич. Вы это сфотографировали? Вы мне говорите. Я спуткаю. Вот все что Елена Анатольевна сейчас подписывает. Фотографируем. А вон там третий акт. Фотографируем. Вон сразу три. Возьмите.